Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Затауса, Стагерию Подвижнику, Увещание 3, продолжение. После севы является семейный человек злой и неблагодарный, и направляет против Давида множество злословий, бросая в него камнями с такими словами. Уходи, убийца и беззаконник, Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руке Весолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. 2 Царств 16, 7-8 стихи. Слыша и претерпевая это Давида, крушался, как видно из самого плача его, но не решился ничего сделать, и дал семье уйти живым, сказав, оставьте его, пусть злословят, ибо Господь повелел ему, «Может быть, Господь призеет на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью, за те первичние его злословия». 2 Царств 16, 11-12 стихи. А сам с беспокойством и страхом ожидал, чем кончится предприятие Хусия. Когда же, и это сделалось известным, то началась война, самая необыкновенная из всех когда-либо бывших воин, и даже похоже на загадку. Того, кто был виновником таких бедствий, подал все поводы, в такой войне, с чьим падением уничтожали все эти бедствия, того самого тщательно беречь и щадить, Давид убеждал полководцев своих, повторяя. «Сберегите мне отрока Авесолома». 2 Царство, 17-5. Что могло быть хуже этого горестного положения, а что прискорбнее этого затруднения? Давид вынужден был начать войну, в которой рано было тягостно для него, и победить, и быть побежденным. Он не хотел не быть побежденным, иначе не выслал бы такого войска и не держал победы, иначе не запрещал бы умертвить того, кто начал и повел войну против него. Когда же война была решена и кончилась, как угодно было Богу. Когда отца убийца пал, тогда все прочие были в веселье и радости. Один только Давид горевал и плакал, и заперший звал умершего и скорбел о том, что сам не умер вместо него. Кто дал бы мне умереть, говорил он, вместо тебя, Весолон, сын мой, сын мой. Второе царство, 17, 33. Слыхано ли, что кто-нибудь ужаснее этого нечастия? Когда Весолон умертвил своего брата, Давид хотел умертвить его. Когда же Весолон с тенистовством восстал на него самого, тогда он щадит этого самого сына. И долго не перестал бы он плакать об умершем, если бы не пришел Иав и не объяснил неуместности этой печали, если бы сильную речу не возбудил в нем бодрость и не склонил его принять в войсках с надлежащим достоинством. Впрочем, его бедствия еще не кончились и этим. Но, во-первых, войны возмутились и разделились между собою. Потом, едва только они покорились царю, и при том, после многих ласковых увещаний, как опять отложились от него и присоединились к Савею. Тогда опять началась другая война. Между тем, как не совсем еще, окончилась и прежняя. Возмущенный этим, Давид, собрав своих воинов, выслал их с военачальниками против неприятелей. Но Иав, одержавший победу и в этой войне, не применул омрачить радость о победе печалью. В выступлении зависти он без причины, совершенно безвинно злодейски умертвил, равного ему военачальника, который привел под власть Давида весь народ. И это убийство так тревожило и возмутило царя, что он и при смерти своей завещал сыну и просил не оставить убитого, а миссая неотомщенным. А еще тяжелее то, что Давид, находясь в таком расположении духа, не решался даже высказать причины своей скорби, потому что уже был угнетен бесчисленными бедствиями. После этих войн постиг всю страну голод, и Давид для прекращения этого зла принужден был выдать детей Саула насмерть. Так повелевало определение Божие ради Саула и кровожадного дома его за то, что он умертвил гавайнитян. Второе царство 21.1. А кто вспомнит, когда Давид оплакивал Саула, тот поймет, как страдал он, и в это время выдавая детей его гавайнитянам. Однако это он перенес. А между тем опять последовали дальнейшие несчастья. После голода настала язва, и в течение полудня падает 70 тысяч мужей. Причем царь, увидев ангела, простершего меч, им произнося скорбные слова, сказал, «Вот, я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Второе царство 24.17. Впрочем, нам невозможно с точностью пересказать все его печали. Не все они изложены в Писании, но по его плачевным письмам и жалобам можно догадываться о тяжести и те скорби его, о которых не упомянуто, и о том, что этот праведник никогда не переставал скорбить и сетой. Что же он говорит? Дни и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. Псалом 89.10. Если же ты скажешь, что он здесь изобразил жизнь человеческую вообще, а не свою только, то скажешь больше того, что я сам хочу сказать, и избавишь нас от нагоречия. Сам признаваешь, что не только в жизни Давида, но и в жизни всякого другого человека гораздо больше скорбей, чем удовольствий. Действительно, как и сам ты правильно говоришь, Давид произнес такой приговор, имея в виду не только свою жизнь, но и других. И выразил то же самое, что и патриарх только с большую силу, что тот сказал отчасти, то этот после обо всех. Тот говорил, малые несчастные дни жизни, моей бытия 47.9, А этот не и лет наши 70 лет, а при большей, то есть не всех людей 70 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь. Аминь. Продолжение следует.